Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Тейли. Мы с вами дошли до 92-го псалма. 92-й псалом написано, что это один из двух псалмов, который был создан и написан еще Адамом, первым человеком. Самый первый шаббат во вселенной, который был. Это такой шаббатный псалом. И потом он был еще дополним, написан Ашара Бейну, когда уже Бог подарвал Израилю законы о субботнем покое. Вот такой необычный псалом. Один из самых известных в Тейли, поскольку произносится в молитве в каждый шаббат. В первом стихе там говорится, что как раз в честь этого дня и составлен псалом. Но суббота это венец творения, поэтому такой псалом, который относится к субботе, безусловно, очень-очень такой сильный. Читают этот псалом, чтобы понять и запомнить, говорят мудрецы, что в жизни это большое чудо. Этот псалом говорит о провидении в нашем мире. И хотя кажется, что все в мире происходит само по себе, на самом деле разумный человек может увидеть за всеми событиями стоит воля Всевышнего. Это сказал Мальбим. Теперь о практике. Первое, что написано, что этот псалом для защиты от врага. Вера в то, что Бог для защиты от врага, читается 92-й псалом. Что еще? Это сгула для победы в войне. В Шимуршит и Елема Кадмон старой книге пишутся, что нужно прочитать его 28 раз в день и после этого произнести молитву своими словами о победе, и она будет дарована. Написано, что очень важный псалом для роста, для карьерного, профессионального роста. И это один из самых сильных в этом плане псалмов. Более того, в древних книгах написано, что есть еще более сильный метод читать псалмы, потом молитву своими словами. А самое такое считается крутое, это взять чашку чистой воды, положить в нее веточку адасы, добавить немножко виноградных листьев, а зачем прочитать 6 псалмов? 92-й наш, потом 94-й, 23-й, 20-й, 24-й, 100-й. Вообще набор из этих шести псалмов считается очень сильным с точки зрения и военных, и карьерных, и так далее. Эту воду потом берут, протирают и лицо, и тело, и потом направляют свое лицо на северо-восток и просят Бога своими словами лично в росте. Ну и последнее, что есть про это в псалме, это вера в Бога для защиты от врага. Оно уже говорилось, но вот именно написано, что, считая в псалме, ты укрепляешься в вере в Бога, который защищает тебя от врагов. Вот, пожалуй, все.